Далеко не везде есть такие возможности, поэтому пойдет ли он. Он может вообще сесть у вас ненормальный, что вы зачем-то. В одной клинике было требование, и там этот список кров на 5 тысяч, простите. Аллергены все сдать. Да, а в другой клинику вообще никто не сдал. Ну давайте мы договоримся относиться просто, как мы, вот мы вчера, просто у вас не было, к сожалению, с нами. Мы вчера обсуждали эту тему, что давайте всю информацию, поступающую к нам, анализировать с точки зрения вообще разумности и рациональности. Если вы видите, что это очень пожилой человек, и что у него есть, возможно, какие-то уже проблемы, он просто о них не знает, я бы сдавала бы ему кровь, как минимум, хотя бы просто банальную клинику. Ее сейчас хорошо расшифровывают, пишут как бы со всеми клетками очень подробно. И хотя бы посмотреть, что у него нету никаких сдвигов формулы, ни белой крови, ни по красной, да, что у него нету банальной как... Так они у него 100%. Ну они у него будут в пределах возрастной нормы. Пусть она у него будет, там какая-то небольшая аномия, ему об этом можно сказать, отправить его к терапевту, просто порекомендовать ему обратиться. Вы же тоже доктор. Я вас не призываю его лечить по анализу крови, я вас призываю просто обратить его внимание. на это. Потом сколько, я как парадонтолог, когда начинала работать, сколько я сахарных диабетов выявила, вот просто в молодом возрасте, по запаху изо рта. Ну это уже ацетов. А там даже по сахарной, по запаху изо рта, запущенный диабет. Ну это, и щитовидные железы, и щитовидные железы, и по кленовидным дефектам, и по поражению пришеечных областей, огромное количество, когда пациенты вообще об этом ничего не знают, язвы желудка, когда они приходят с языками там характерными, я их экстренно... Такая проблема есть только, правильно сказать, гипердиагностика, то есть есть многие клиники... Не надо просто сниматься, я думаю, что, как правило, это клиники, в которых это есть, еще там какая-то взаимосвязь, каких-то договоров, и так далее. Мы не будем это обсуждать, нас интересует здоровье пациентов, и наш результат с вами. Да, у нас все должно быть хорошо, поэтому учитываем системные заболевания, нервные стрессы, ну, по возможности, курение, курение, еще раз курение, наш бич. То есть у вас стандартность всего нет, чтобы у всех подряд на отпуск? Нет, нет. Но спирт, гепатит, обязательно. А, не, да, вы должны принесить просто перед началом. Да, это... Резиды есть. Но это не относится к нашей теме просто сегодняшней. Мы говорили о системных заболеваниях. Вот, они же отвечают вам на вопросы с пирт, гепатит. Ну, есть абсолютно группы пациентов, которым я не прикасаюсь, пока мне справки не показывают. Потому что я вижу, что... Значит, вы уже... Конечно. Так, вопрос и ответ это одно. Да. А могут и не знать. Ну, вы же понимаете, о какой группе пациентов я говорю. У меня же, видите, не только импулантологический прием, у меня есть еще парадонтологический прием по слизистым, где они приходят с определенными, да, проблемами. И которые для них ничем не являются, а для меня являются маркером. Что им надо сдавать, куда им идти и кто лечит эти заболевания. Ну, это печальная все группы. У нас самая большая отражаемость Санкт-Петербург, Екатеринбург на первом месте, а второй в Санкт-Петербург. У нас целая огромная больница на это работает, у нас есть отделение АБ очень большое. Мы достаточно как бы все информированы. Каждый 30-й человек в Санкт-Петербурге заражен суберкулезом. То есть, ну, я вам просто объясняю, в каком эпид-режиме, поэтому у меня немножко другие придерживаются. А центр СПИДа у нас огромный, они ведут огромную профилактическую работу. И вообще этим людям только в полу поклониться, потому что получают они копейки просто ужасные и работают, не подкладая рук с этими пациентами. Есть у нас даже отделение туберкулезное, туберкулезное для больных с ФИДом. Я просто лично знаю заведующего этого отделения, который работает и получает заработную плату в 28 тысяч рублей. Живя в Санкт-Петербурге, кормить на эту семью просто это вообще физически невозможно. При этом человек этот работает, научные какие-то труды и так далее. Поэтому это печальная тема. Разобрали мы с вами все вот эти переимплантики, случившиеся до нагрузки, до второго имплантологического этапа. И теперь мы переходим к тому, что может произойти с нашим имплантатом, установленным на этапе раскрытия и дальше. Уже когда пациент получает либо какую-то временную, либо постоянную конструкцию на имплантате, и начинается какой-то путь имплантата в этом мире, уже такой открытый. Принято считать, что переимплантиты могут проходить атрофичными, сочетать атрофию с воспалением и по воспалительному пути. Это такая классификация, которая тарнула. Придло хирургическое вмешательство повторное. Тактика будет, естественно, оперативная. Поэтому мы должны спланировать операцию, которую будем подвергать нашему несчастному пациенту, у которого случилась такая неприятность. Эти пациенты, эта группа пациентов достаточно непростых психологически, потому что они приходят с обманутыми ожиданиями. Они надеялись на то, что у них все будет хорошо, и произошло что-то, что помешало этому. Причины мы уже с вами обсуждали всевозможные, поэтому вот развилась эта проблема, наша задача как-то дать надежду, конечно, пациенту на то, что если имплантат стабилен, мы его будем пытаться сохранить. Я всегда за сохранность стабильных имплантатов. Это, конечно, возможно, если он неподвижен, если он, скажем так, здесь принцип «не навреди», наверное, действует сильнее всего, потому что если урон для костной ткани после удаления этого, извлечения этого имплантата будет больше, чем тот вред, который мы нанесем просто каким-то костно-пластическим мероприятием в области стабильного интегрированного имплантата, то, конечно, лучше пойти по пути сохранности. Хотя это более, наверное, сложный путь, потому что обычно, если мы удаляем на сегодняшний день, мы удаляем имплантаты же просто ключом, имплантоводом. Это не как раньше мы их выпиливали, да, эти… Что раньше удалить имплантат – это все, это дыра в челюсти была. Сейчас имплантаты удаляются просто… Да, ну, это мы не будем пускаться в любом случае. Все равно, конечно, надо стараться стабильные имплантаты. Если они разумно подвержены и курабельные, надо их пытаться сохранять. Это моя точка зрения. Но я всегда иду в сторону каких-то таких сохранных мероприятий оперативных, потому что все-таки это больше, менее инвазивно для пациента. Это не лишает его какой-то, да, оживательной эффективности на это время. То есть все-таки это более такой путь благонадежный. Хотя я зачастую на время, если есть возможность, например, это какая-то винтовая фиксация, если есть возможность, я снимаю коронки на время пластических мероприятий или изготавливаю новые. Как правило, я пользуюсь формирователями Диснея в этом случае. Я закрываю шахты формирователями на их этапе. Но на самом деле так делают и немцы, и американцы. Итальянцы делают временные коронки при лечении переимплантитов. Новые просто ортопедии, но они очень у них… Да, да, да. Они говорят о том, что нельзя выпустить пациента без зубов из клиники. В этом, да, что-то есть, наверное. Потом, они всегда говорят о том, что 80% виноват ортопед. Что это случилось так? Потому что хирург – это бог. Это вообще как бы… Я не в чей, как бы… Да, не в чей огород камень я не кидаю. Это не мои слова, это просто действительно так. Они… Да, да, да. То есть у них чисто вот нарушения, там каких-то параметров ортопедических. Они всегда об этом очень активно обсуждают. Все снять, все старые конструкции снять. Сделать новые в нашей клинике временные коронки. У них что-то есть одно. Конечно, я не спорю. У нас с вами вообще была в седине. Да, но, понимаете, мы, конечно… Я с удовольствием делаю временные коронки, если пациент может себе это позволить. Потому что мы в каких-то, бывает, разных ситуациях встречаемся с людьми. Вот. Если он не может, я просто ставлю формирователя. Если он может себе позволить, мы делаем временные коронки. Я предпочитаю тоже временные коронки. И я считаю, что формирование, то, о чем мы говорили, что формирование десны и кости при жевательной нагрузке лучше и эффективнее, чем без нее. Здесь сразу с нагрузкой.